Приветствую, джентльмены! Продолжаю тренироваться по полюбившейся мне схеме, состоящей из трех 10-минутных эмомов. Искренне надеюсь на то, что вы работаете вместе со мной. Тут обязательно я должен сделать напоминание о том, что перед любой тренировкой, а перед такой подавно, нужно тщательно разминаться, подготавливать суставы, связочки, сердце к работе, и потом только приступать к выполнению задания. Что же оно сегодня из себя представляет? Первая, третья, пятая, седьмая и девятая минута у нас жим по удлиненному циклу. Я начинал с гири 32 кг, потом прикладывал гантель 2 кг, 4 кг, потом 2 плюс 4, соответственно, получалось 38 кг. И финальный вот раунд, вы видите, я закрывал с гирями 32 и 8 кг. По три раза выжимаем в минуту на каждую руку. То есть 6 повторов в минуту. Вы тщательно подбирайте вес, хорошо масштабируйте. И все минуты, которые у нас идут, четные. Вторая, четвертая, шестая, восьмая, десятая. Это был русский мах гирей 32 кг в количестве 10 повторов. То есть там мы делали по три жима на руку. Вот тут 10 махов, чтобы немножечко начинать поднимать пульс перед вторым заданием, которое уже немного сложнее в плане дыхания, но легче немного в плане силовом. Я очень рад тому, что с сорокетом получилось поработать по три раза. И скажу вам, этот комплекс сегодня заставил страдать. Я специально подобрал упражнение, опять же, исключительно с гирей и собственным весом тела, чтобы вы могли его делать в полевых, скажем так, условиях. В условиях дома и офиса. Ребята, кому интересно больше упражнений, чтобы самостоятельно вы имели представление о том, как тренироваться, как составлять комплексы и вообще, что из себя представляет гиря, в описании есть книга. Переходите, и там найдете программу тренировок. Так, сейчас начался второй эмом, состоящий из 10 выбросов, трастеры они в кроссфите называются, гири. И после этого будет выполняться в количестве 10 повторений. Вы увидите, какое следующее упражнение. Без него я обойтись не мог. Вставив в связочку трастеры во второй эмомчик, даже долго думать мне не пришлось, какое упражнение должно было идти в четную минуту. Это, разумеется, бёрпи. Я их возвращаю в свою тренировочную программу и планирую в каждом эмоме в том или ином количестве делать и поднимать количество. Пока делал по 10 раз в минуту, как и на прошлой неделе. Думаю, со следующей недельки или, возможно, даже со следующего эмома буду увеличивать количество на один повторчик, потому что десяточка уже заходит вполне себе хорошо. Сейчас будет здесь маленькая монтажная склеечка. И я вам хочу показать, что я обязательно меряю пульс между, собственно говоря, раундами, как минимум. Это делается просто. Набрасывается два пальца на шею. И в течение 15 оставшихся секунд в эмоме я измеряю количество ударов в минуту. И вы знаете, сегодня выше 156 пульс и не поднимался. Хотя достаточно интенсивный получился эмом. Ближе к концу я решил задействовать не только динамические, но и статические упражнения. И финальный эмомчик, вот вы видите, состоял из стойки, поза всадника. В общем, статическая стойка. Стульчик еще называется в течение 45 секунд. И это было очень непросто. Пришлось крепенько подышать. И вторым упражнением связки была динамическая планка. Так называемый скалолаз. Я остановился в упор в планку и бежал, подтягивая колени, груди в упоре. Пришлось потерпеть. К концу уже сил практически не оставалось. Получилась достаточно интересная нагрузка. Полчаса пота в день я свои получил. Кто хочет со мной потренироваться полностью, выполнить все задания, я видео без монтажа склеек и нарезок выложу на лайв-канал. Ссылочку вы найдете также в описании. Переходите, подписывайтесь туда и выкладываясь, стараюсь, цельные материалы. Сюда же только схематическое выполнение сегодняшнего задания. На сегодня, ребята, все. Все. Вот очередные три мумчика были закрыты. Какие у вас есть предложения по поводу упражнений на следующее задание, чтобы вы хотели увидеть в моем исполнении, поработать вместе со мной, пишите в комментариях. Ну и, собственно говоря, хочу напомнить про алгоритм просмотра. Отписка, просмотр, лайк, коммент, подписка и все колокольчики. На сегодня все, ребята. До скорых встреч. Продолжаем тренироваться. Пока-пока. Продолжаем.